Я родилась в этом городе и до сих пор живу в этом прекрасном и красивом городе Десногорске. Заниматься я начала рукоделием примерно года три назад. Подвигла меня на это моя маленькая принцесса. Очень хотела сделать необыкновенные красивые бантики, не такие как продают в магазинах. Стала смотреть пример в ютубе, что-то для себя находила, что-то придумывала свое, добавляла свои идеи и вот так вот постепенно началось все с простых и более сложных и сложных. Я начала свое рукоделие с атласных лент, дальше мне по материалу больше понравились репсовые и с кружевом. Стали получаться вот такие воротнички школьные и для взрослых. Воротничок сделан из репсовой ленты кружева с добавлением жесткой ленты и украшенную капелькой. К новогодним детским утренникам я еще делаю ободки короны. Девочкам очень нравится. Они могут быть в любом цвете. Заказывали розовые, белые и голубые под цвет платьев для маленьких принцесс. К празднику 9 мая также я делаю различные георгиевские ленточки. Также я делала вазочки. Ваза сделана из веревки бечевки и веточки сирени из атласных лент. К новому году заказывают необычные елочки. Не только зеленого цвета, но и красного, которые я делаю из фоамирана. Еще я делаю вот такие вот корзиночки. Это двойной подарок. То есть это как идет украшение и в то же самое время сладкий подарок. Из цветочков легко вытаскиваются конфетки. Конфетки мы съедаем, а корзиночка остается на память. Данное рукоделие меня стало затягивать. Мне это было очень интересно. Хотелось пробовать постоянно что-то новое. какую-то новую технику. И когда у меня что-то было уже готово, я делала фотографии, выкладывала у себя на странице. Людям нравилось. Люди хотели приобрести. Дополнительно заказывали. Приходили с маленькими своими принцессами. Девочки самостоятельно. Выбирали бантики. И как-то вот все это потихонечку, потихонечку. В свободный отдел, время, вечерами занимаюсь. Что-то вот делаю из рукоделия. На какой-то праздник, какие-то сувенирчики, какие-то подарки. Когда мы дарим подарки, людям нравится. У них сразу улыбка на лице появляется. Им приятно получать подарки, которые я делаю. Когда Алинка одевает новые бантики, она у меня самый главный заказчик, самый главный критик. Когда я делаю что-то новое, она всегда смотрит. Если что-то ей не нравится, она говорит, что ей не нравится. Подружкам, что самое ходовое, это бантики. Подружкам нравится. Подружки рассказывают мамам. И мамы уже приходят, смотрят, что-то мамам нравится. Они заказывают, что есть в наличии, они сами сразу же покупают. Ребенок всегда ждет каких-то новых бантиков, новых заколочек. Когда времени нет, всегда спрашивают, а когда ты будешь делать новое? Что-то сама где-то увидела в интернете. Она у меня уже сама начинает смотреть такие вещи. Ей что-то нравится. Она просит сделать ей. Своему ребенку в школу на 1 сентября я делала вот такой вот комплект. В этом году я делала вот такие вот воротнички для маленьких первоклассниц. Девочки были очень довольны и нарядные, пошли в первый класс. Я очень часто участвую в выставках-продажах в Фениксе на втором этаже. Я осваиваю рукоделие из разных материалов. Мне это очень нравится. Останавливаться не хочется. Хочется дальше в этом плане развиваться, что-то пробовать делать новое, интересное и красивое. Жителям города Десногорска желаю всегда оставаться на позитиве, заниматься своим любимым делом и не унывать. Алену я знаю с детства. Очень увлекательный человек. Рукоделием занялась она года 3-4 тому назад. Очень хорошо у нее получается. Ее рукоделие очень красивое. Очень хорошо выглядит. Всем нравится. Часто мы пользуемся ими, заказываем у нее на заказ. Рукоделие на данный момент очень распространено. Потому что в магазине можно все приобрести, что угодно. Но иногда бывает, что человеку надо что-то индивидуальное. И очень тяжело где-то что-то подобрать, купить или еще что-то. И многие люди уже давно перешли. Даже если вспомнить детство. Мы в школах любили делать подарки родителям. Родители это берегли, до сих пор хранят. С теплом, с уважением. И мне кажется, что такие подарки, сувениры, но они несут тепло, добро. И многие сейчас уже давно перешли на подарки. Такие ручной работы, рукоделие. Это очень красиво выглядит, очень хорошо. И современно. Потому что хендмей никто не отменял. Пока я монтировала передачу, Алена успела сделать вот такую елочку с сюрпризом из фоамирана. Подготовка идет полным ходом. Ведь скоро всеми любимый праздник – Новый год. Новый год Если говорить об увлечениях коллекционирования, это тоже одно из моих увлечений. Значки начал собирать еще мой отец в 1970 году. Значки были очень интересной темой. Смоленская область. Тогда это был большой дефицит. Их очень было трудно достать. И любой значок доставался с большим трудом. Ну, надо сказать, что все игрушки, они, как правило, свистульки. Потому что игрушка, она выполняла как бы двойную роль. С одной стороны, это для развлечения детей. А с другой стороны, игрушка своим свистом как бы отгоняла злых духов от дома. Те, кто имел эти игрушки.